Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрея Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Каждые наши системы при заполнении опрессовываются, даётся теплоноситель под серьёзным давлением. На улице Побратимов меняют теплотрассу. Если будет доказана вина, что юридическое лицо приняло на работу иностранных граждан, то на данное лицо будет составлен административный протокол и вынесен штраф до полутора миллионов рублей. В посёлке Октябрьский провели рейд по выявлению нелегальной торговли. По результатам контроля надзорного мероприятия выявлены признаки размещения отходов производства и потребления. Экологический надзор проверил промышленную зону в Матякове. Солнце сегодня светит, погода классная. В общем, очень классный праздник. Спасибо. Люберчане отпраздновали День физкультурника. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провёл еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Сегодня мы обсудим ряд вопросов. Первый – это подготовка к отопительному сезону. И на прошлом ВКС губернатора этой теме было посвящено большое количество докладывающих. На сегодняшний день из 2198 многоквартирных домов 1498 готовы к прохождению отопительного сезона, что составляет 68%. 69 котельных из 82 и 97 ЦТП из 105, что, соответственно, составляет 84-92%. В настоящее время в активной фазе у нас работы по замене участка тепловой сети от котельной 422 до тепловой камеры 26, 850 погонных метров в двухтрудном исчислении. И капитальный ремонт тепловой сети от котельной на улице Попова 16, строение 2 до тепловой камеры 6, 260 метров в двухтрудном исчислении. Также по программе модернизации коммунальной инфраструктуры ведётся ремонт тепловых сетей на улице Пролетарской, дом 5, Дорожная, дом 9, Лорха 15, Некрасова, дом 11, корпус 1. Улица Карла Марса, дом 90, корпус 2. И улица Марса 90 от тепловой камеры 4 до 17. Общая протяжённость ремонта сетей составляет более 5,31 километра. Всё, что касаемо подготовки к отопительному сезону, в этом году была серьёзная поддержка с точки зрения правительства и личного губернатора. Деньги, которые выделены на те сети, которые проводят сейчас модернизацию. То, что было в докладе, необходимо, чтобы всё было сделано вовремя, качественно. Работа водоканала, докладчик Евгений Ильич. В рамках реализации программы «Чистая вода» при поддержке нашего губернатора в городском округе Люберцы выполнена работа по реконструкции и модернизации 12 водозаборных узлов. В том числе в городе Люберцы 6 вызовов, по 2 вызовов в посёлках Малаховка и Красково, в посёлках Томили на Октябрьске по одному водозаборному узлу. До конца 1928 года планируется модернизация ещё как минимум 5 водозаборных узлов. Не менее важной задачей предприятия является надёжность системы водоотведения. В настоящий момент завершаем работы капитального характера, направленные по повышению надёжности. В работе используется бестраншейное восстановление трубопровода и, что немаловажно, без отключения абонентов. Работы ведутся без раскопок. За 2023 и 2024 годы заменено 600 метров коллектора в рамках инвестиционной программы. Продолжение работы запланировано до 2023 года. Крайний доклад по Дню города, как он будет проходить 31 августа. Докладчик Илья Александрович Рожников. Пожалуйста. Основными площадками празднования Дня города в этот день станут в городе Люберцы Центральный парк культуры и отдыха и площадь перед администрацией. Посёлки Красково, набережная Красковского карьера, вблизи ЗАО «Спецодежда». В посёлке Томилино территория гимназии номер 18. В посёлке Октябрьский праздник пройдёт на площадке автодрома. И в Малаховке дневная программа состоится в летнем парке, а вечерняя порадует жителей в парке Малаховское озеро. В городе Люберцы основными площадками празднования 401 дня рождения города станут Центральный парк и площадь перед зданием администрации. Мероприятия в Центральном парке начнутся в 11, а главная сцена начнёт свою работу в 12 часов дня. А в 19.00 настоящим подарком для жителей станет концертная программа с приглашёнными звёздами российской поп-индустрии. Откроет программу российский певец «Звонкий», автор таких хитов, как «Голоса» и «Лети». Вторым хедлайнером станет российский автор-исполнитель «Буррито», автор хитов «По волнам», «Мега-хит» и «Возьми моё сердце». И в завершении праздника на главную сцену выйдут «Голибри» и «Мавик» музыкальный дуэт исполнителей хитов «Взгляни на небо», «Ромашки» и всем известный «Федерико Феллини». Уважаемые люберчане, приглашаем всех 31 августа на 401 день рождения любимого города. Коллеги, на этой ноте позитивно и заканчиваем. Нет других вопросов. Хорошей рабочей недели. Летом коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации заботятся о том, чтобы зимой в квартирах жителей городского округа было тепло и бесперебойно поступала горячая вода. Так на улице Побратимов идёт замена теплотрассы. Почему понадобилось проводить эту работу и сколько прослужит новая труба, узнали мои коллеги. Специализированная техника и рабочие приступили к замене теплотрассы в начале июля. Полеобновлению подлежит более 500 метров сетей в двухтрубном исчислении. На данный момент работа выполнена почти на 30%. Самое главное – это подвоз трубной части. Значит, это в воскресенье уже будет. И, соответственно, за следующей неделе будет произведен монтаж и демонтаж. Эта теплотрасса уже отслужила свой 25-летний срок. И чтобы избежать возможных аварий, было принято решение менять её. Кроме северной стороны Люберец, подобная работа проходит ещё на пяти участках городского округа. Каждые наши системы при заполнении опрессовываются, даётся теплоноситель под серьёзным давлением. И все микротрещины, какие-то шероховатости, неровности всегда выявляются. И, соответственно, потом проводится ещё дополнительная работа. Наши жители будут с теплом, гарантированным. Ну и порядка 30 лет забудем ещё вот данном месте по замене такого серьёзного теплового оборудования. Замена трубопровода идёт по губернаторской программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Подрядная организация завершит работу до начала отопительного сезона. Луиза Игия Зарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Каждое лето специалисты Люберецкого водоканала проводят профилактические работы в системах водоснабжения и водоотведения. Во избежание сбоев и аварийных ситуаций осматривают канализационные сети, ремонтируют пожарные гидранты и колодцы. Какие плановые работы произвели на водозаборном узле на улице Третьего интернационала, узнаем прямо сейчас. Водоснабжение Люберец Водоснабжение Люберец осуществляется из артезианских скважин и от систем Мосводоканала. Слесарь 5-го разряда Михаил Рогов на этом водозаборном узле работает почти четверть века. Несколько лет назад на ВЗУ провели масштабную реконструкцию. Заменили насосные группы, модернизировали скважины, установили современную станцию очистки воды. Вот эта станция, когда я пришел, тут было, конечно, все по-другому. Ну, старое все было, ржавое было все. Сейчас отлично все сделали. Работать стало, конечно, приятнее и намного легче. Вода сюда поступает в автоматическом режиме с помощью систем задвижек. Для бесперебойной и эффективной работы обслуживание и проверку оборудования проводят на регулярной основе. Сейчас происходит замена обратного клапана на насосе второго подъема и отладка схемы управления московскими задвижками. Потому что на данном ВЗУ предусмотрено резервное водоснабжение, то есть и из московского водовода, и артезианский источник. Чтобы насосное оборудование работало без сбоев, специалисты водоканала осуществляют профилактические испытания и осмотр электрооборудования. В случае неисправности ремонтируют и производят замену. Проверяются контакты, как работают датчики, проводим необходимые профилактические работы. Это дизель-генераторная установка. Нужна для бесперебойного подачи электроэнергии в случае аварийной ситуации. Если на станции отключат свет, я приезжаю, запускаю. В данный момент я обслуживал, проверял работоспособность станции. Всё в порядке. Всего на территории округа 25 водозаборных узлов. По результатам обследования, всё оборудование работает в штатном режиме, без сбоев и аварийных отключений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Волков совместно с профильными заместителями провёл встречу с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она состоялась во дворце спорта «Триумф». О вопросах, которые больше всего волнуют люберчан, расскажем в сюжете. Я из микрорайона Панки. Две недели назад у нас закрыли детский садик на улице электрификации, дом 17. Все родители против, потому что рядом садов нет. И придётся детей теперь водить очень далеко, за километр, полтора от дома. И естественно, мы не хотим, чтобы там была какая-то точечная застройка, либо чтобы там был хостел. Потому что расположение вот именно возле станции Панки очень всех устраивает. Самый популярный вопрос на встрече – почему закрыли детский сад на улице электрификации. Социальный объект построен больше 60 лет назад. В прошлом году там провели инженерно-технологическое обследование. Заключение показало, что из-за изношенности здание стало аварийным. Поэтому его работа прекращена. Вместо него строят новый детский сад в посёлке Вуги. Сейчас новый сад. Я на нём был неделю назад. Выполнение 65% уже строительной готовности. До конца года он полностью будет построен. У нас контракт до конца года. Садик будет введён. И первый квартал 2025 года я с вами разрежу ленточку. И садик настолько шикарный, современный, напичканный всем оборудованием необходимым. Мы в этом году, в этом году только за один год открываем 7 новых детских садов. Везде, где мы открываем, старые плавно, за тем, что новые сады и школы строятся для того, чтобы обновлялась система образования. Обращения поступали и к жилищно-коммунальному комплексу. Одно из них касается дома 84 на Октябрьском проспекте. Крыша протекает и дождь заливает квартиры. Все жильцы нашего дома страдают от этого. Год назад у нас был ремонт крыши, но это не помогло. Всё, как и было, на том же уровне, даже ещё хуже стало. Боишься за детей, дети бывают одни дома после школы, родители работают, что электричество замкнёт. Большую часть обращений удалось решить на месте. Все остальные вопросы внесли в протокол и взяли в работу. Подобные встречи регулярно проходят на территории всего городского округа. Узнать о следующих можно на сайте администрации или в социальных сетях. В округе завершают работы по обновлению дорожной разметки перед началом учебного года. В основном работы проводятся поздним вечером и ночью, когда трафик становится ниже. На регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах перед школами и детскими садами разметку наносят специальной краской со светоотражающими частицами. А в радиусе 50 метров на дорожном полотне обновляют дублирующие знаки «Осторожно, дети!» и «Ограничение скорости». Девушка, здравствуйте! Как вам обновлённая пешеходная зона? Прекрасно! Скоро новый учебный год, водителям будет лучше видно дорогу, дети у нас становятся в безопасности. В настоящее время разметка обновлена на автомобильных дорогах местного значения на 52 объектах и на двух регионального значения. До 15 августа все работы будут завершены. В округе провели очередной рейд по выявлению и пресечению правонарушений в сфере незаконной торговли и нарушения миграционного законодательства. О результатах рейда в поселке Октябрьский наш следующий сюжет. Для устранения точек незаконной торговли сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Главным управлением региональной безопасности и сотрудниками полиции выполняют регулярные рейды. Первая локация и уже есть нарушения. Недавно начали. Недавно начали? А кто руководитель-то у тебя? Чек выдаёшь, не выдаёшь? Недавно. Пока аппарат не поставили. Начальника номер давай. У продавца, приехавшего в Россию из Узбекистана больше года назад, кроме паспорта, не оказалось никаких документов. И так почти на каждой торговой точке. У тебя три иностранных гражданина осуществляют трудовую деятельность без разрешительных документов. Трудовой договор ваш. Ваш трудовой договор, пожалуйста. Пожалуйста, ваш трудовой договор. Нет, я проверяю документы, вы доставляете в отдел полиции. Документов на аренду помещения и ведение торговой деятельности у предпринимателей не было. Иностранные торговцы задержаны. На нарушителей составили протокол об административном правонарушении и доставили в отдел полиции. Они говорят, что у тебя патенты не на месте говорят. А я им говорю, пусть они на базе посмотрят, пусть они на базе посмотрят. У меня все документы на месте. Просто мне сейчас патенты не собой. У меня, когда я приехал, возможности не было у меня. Поэтому я не делал. Но паспорт с собой. Я же отдал паспорт. Если будет доказана вина, что юридическое лицо приняло на работу иностранных граждан, то на данное лицо будет составлен административный протокол и вынесен штраф до полутора миллионов рублей. Проверили более десятка торговых объектов. Такие мероприятия в округе будут продолжены. В Люберцах на Смирновской улице демонтировали еще один торговый павильон. Договор с индивидуальным предпринимателем на право размещения этого нестационарного торгового объекта заключен 7 лет назад. Однако в ходе мониторинга территории округа в этом году выявлено, что специализация павильона не отвечала условиям договора. Внешний вид не соответствует требованиям архитектурного и художественного облика, утвержденного на территории Люберец, а прилегающая территория находится в ненадлежащем состоянии. Было выдано требование представителю собственника. Установлен срок для добровольного приведения в порядок данного торгового объекта. Этот срок составлял 10 дней. После течения этого срока были выявлены нарушения, не устраненные. Был расторгнут договор, выдано требования о демонтаже данного объекта. Сегодня мы видим производимый демонтаж представителям собственника в добровольном порядке. На территории округа уже обследовано более 50-ми стационарных торговых объектов. Из-за выявленных нарушений 10 павильонов демонтируют в ближайшее время. Регулярно в городском округе Люберцы экологи проводят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Специалисты обследуют все промышленные зоны. Об одной из таких проверок промзоны в Матякове расскажут в следующем сюжете. Контрольно-выездную проверку в промзоне поселка Матяково провели надзорные органы. Представители администрации городского округа Люберцы совместно с Министерством экологии Московской области и сотрудниками полиции выявили участок, на котором находятся навалы строительных отходов. К сожалению, собственники подобных земельных участков уверены в следующем. Мы купили в собственность земельный участок, поэтому вправе делать все, что нам захочется. Так вот, уважаемые собственники подобных земельных участков, вы не имеете права размещать у себя на открытом грунте строительные отходы. Закон о охране окружающей среды распространяется на все земельные участки, независимо от формы собственности и вида деятельности. Наличие таких строительных отходов является нарушением природоохранного законодательства. На месте работали эксперты-экологи. Они провели замеры загрязненной площади и собрали пробы грунта для определения причиненного вреда окружающей среде. По результатам контрольно-надзорного мероприятия выявлены признаки размещения отходов производства и потребления. По результатам лабораторных исследований будет подготовлена экспертиза. Результаты исследований ожидается в течение полутора месяцев. В ходе экологического рейда задержали водителя, который разравнивал строительные отходы на земельном участке. Отходы этот сыпали, убираем. Ведь что, как будто этот, если что-то золото... Строительные отходы на сегодняшний день лежат на открытом грунте. Это жесткое нарушение природоохранного законодательства. У водителя не оказалось ни разрешающих документов, ни прав на управление транспортным средством. На него составлен административный протокол, а рабочая техника задержана и будет отправлена на штрафстоянку. Окончательное решение по мерам административного воздействия будет принято после получения результатов проб и передано собственникам земельных участков. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах произошел пожар в одном из складов на территории бывшего завода Ухтомского. В 8.40 в службу 112 поступила информация, что по адресу город Люберцы, улица 65 лет победы, горит склад. Информация сразу же была передана в оперативные и спасательные службы. По прибытии первого экипажа в 9.00 валил черный дым из ворот склада. Само здание кирпичное с железобетонным перекрытием. По словам администрации, там расположено производство декораций. Использовалась техника от пожарно-спасательных гарнизонов Московской области в количестве 33 единиц и 95 личного состава. В 12 часов 40 минут была дана ликвидация. Были развернуты 4 боевых участка и применялись авиационные судны с Московского авиационного центра. Угрозы жизни и здоровья гражданам не наблюдается. Повышения уровня аварийно-химических опасных веществ в воздухе нет. Угрозы нет жизни и здоровья гражданам в Москве. Кроме этого могу доложить, что погибших и пострадавших нет. В городском округе Люберцы продолжается расчистка водных объектов. В этом году запланирован большой объем работы по комплексному наведению чистоты и поддержанию порядка на уже благоустроенных водоемах. Наша съемочная группа увидела, как избавляют от мусора и излишней растительности большой Красковский карьер. История масштабной очистки большого Красковского карьера началась в прошлом году. Тогда работы проходили со стороны промышленных объектов. Для того, чтобы избавить водоем от огромного количества бытовых и строительных отходов, подрядчикам понадобилось 6 месяцев. В этом году техника задействована со стороны жилого массива. Мусора, конечно, поменьше, чем на противоположной стороне, но работа предстоит большая. У нас приступила техника к удалению топляка, удалению камышей. Одному Богу известно, наверное, что мы достанем со дна, это время покажет. Также будут удалены поваленные деревья после урагана недавно прошедшего. Ну и весь мусор для берегов, который, возможно, будет собрать, мы соберем. Живу здесь недалеко. Каждые выходные с мужем тут гуляем. Скоро у нас появится ребеночек. Будем тут, конечно же, тоже гулять постоянно. Очень рада, что началась очистка территории. Мы надеемся, что местные жители сохранят это и не будут тут мусорить, потому что можно наблюдать, что очень много мусора, и люди тут как раз-таки это все убирают. Мы очень рады. Очистка водоемов – процесс непрерывный. Некоторые объекты требуют ухода каждый год, как вот этот пруд на улице Лорха. Вот как он выглядел буквально три недели назад, когда подрядчики приступили к работе. В воде были обвалы деревьев, тина и бытовой мусор. Сегодня это чистый водоем, где с удовольствием проводят время местные жители. Ну что я вам могу сказать. Сделали колоссальную работу, но нужно продолжать. Это просто жалко. И нужно обязательно, иначе он через год, через два превратится в болото. А это идет. Сами понимаете, зелень – это наши легкие. Данный пруд – один из немногих чистых в плане бытового мусора. Жители действительно смотрят за этим водным объектом и помогают нам в наведении чистоты. Но в силу того, что это живой водный организм, и он требует внимания и регулярной расчистки. Поэтому в этот раз мы убирали очень много тины, большое количество камыша, водной растительности. Пруд зацвел. Он прям очень нуждался во всех этих работах. Летом водоемы и территория вокруг них требуют особого внимания. На объектах, которые привели в порядок в прошлом году, проводят уборку после каждых выходных. А в плане по комплексной санитарной расчистке на текущий год – шесть водоемов. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Первую партию гуманитарного груза, собранного в Люберецком отделении «Единой России», отправили в Курскую область. За неделю в городском округе удалось собрать более тонны продуктов, средств личной гигиены, питьевой воды и медикаментов. Акцию активно поддержали жители, общественники, региональные и муниципальные депутаты, представители администрации. Волонтеры, в свою очередь, оказали помощь в сортировке, упаковке и погрузке коробок. Многие ребята выполняют такую работу уже не в первый раз. Собирал в мае для того, чтобы отправить на Донбасс. Такая же примерно ситуация была. Попали люди в беду, и я, как гражданин России, видел своим долгом помочь им. Ну, это важно, потому что, когда люди попали в беду, мы все должны помогать. Ведь мы можем оказаться в подобной ситуации и тоже будем нуждаться в помощи. Надо оставаться человеком всегда. Гуманитарный груз сначала отвезут в распределительный центр, расположенный в Реутове. Затем его отправят в Курскую область. Отмечу, что акция на этом не завершилась. Сбор помощи для жителей приграничных районов, пострадавших от обстрелов в ВСУ, продолжается по адресу улица Кирова, дом 22. В здоровом теле здоровый дух. В Люберцах отметили 85-летие Дня физкультурника. Основной площадкой празднования стал стадион «Урожай» в Томилине. Там работала съемочная группа нашего канала. Традициями мы дорожим. Это традиции нашей страны, это традиции нашей спортивной культуры. И, конечно же, от мала и до нашего активного долголетия, до наших старших спортсменов, конечно же, это очень серьезный путь. И занимайтесь спортом, будьте активны, набирайте сил, здоровье. Тот, кто занимается спортом, всегда позитивный человек, у него всегда улыбка на лице, и, конечно, у него всегда много друзей. Праздник здоровья, красоты и физической активности объединил более тысячи человек разного возраста. Показательные выступления воспитанников спортивных федераций, тренеров и участников клуба – активное долголетие. 11-летняя каратистка Альбина Кулик мастерство демонстрировала на разных престижных соревнованиях, но и к сегодняшнему выступлению готовилась тщательно. У меня очень хорошие эмоции. Выступать перед большим количеством людей – это прямо мое. Я очень люблю выступать на соревнованиях, на просто показательное выступление. Я в 10 лет зимой сдала на черный пояс нормативы. Это было сложно. Я хочу дойти до третьего черного пояса. Очень хочется получить первый разряд, у меня сейчас второй. Ну, есть куда стремиться. Турнир по мини-футболу, настольный теннис, гимнастика, тэквондо – почти два десятка локаций. София Маска и Ольга Анисимова финишировали первыми в легкоатлетической эстафете. Я на самом деле счастлива, что мы выиграли без нашего, как бы сказать, капитана. Ну, что я могу сказать. Участвовали много на соревнованиях, были рады приехать на открытие этого чудесного стадиона. Новые трибуны, беговые дорожки, игровое поле, освещение. Обновленный после реконструкции стадион «Урожай» оценили и баскетболисты. Многофункциональная площадка позволяет заниматься в комфортных условиях и в любое время года. Солнце сегодня светит, погода классная. В общем, очень классный праздник, спасибо вам. Вообще круто, что традиции продолжаются. Сегодня такой классный праздник. Есть возможность поиграть с друзьями на свежем воздухе, это очень круто. Здоровый теле, здоровый дух. В Люберцах день физкультурника был отмечен множеством соревнований и турниров. На площади перед дворцом спорта «Триумф» мастер-классы, открытые тренировки и интерактив со зрителями. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Спортивное утро началось со встречи с двукратным бронзовым призером летних олимпийских игр, гимнастом Антоном Голосуцковым – наставление от профессионального спортсмена для юных воспитанников секций. Для того, чтобы добиться результата, необходимо просто любить спорт, заниматься любимым делом и ставить перед собой цели и задачи. Главное, чтобы был хороший тренер, хорошая школа. Здесь все это есть, для этого все возможности созданы. Поэтому надо просто заниматься спортом и любить его. Тогда и будет результат. Вообще нужно жить спортом. Это правильно. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян представил программу по сценическому экстриму. Силач отбуксировал на горку машину весом 2,5 тонны, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки. Аплодируем, аплодируем. Силовой номер с трюковыми элементами – еще один сюрприз праздника. Сергей Агаджанян предложил поучаствовать зрителей, скрутить сковородку в трубочку или сломать стальной стержень. Попробовал, но не получилось, не хватило. Вообще очень круто, спасибо большое за такой праздник. Номер, конечно, смешной. Я, конечно, не хотел навредить моему коллеге. Но мы знаем, что Сергей Агаджанян – это сила и мощь. Но я надеюсь, что я ему грудную клетку своими 100 плюс килограммами не повредил. И на здоровье его это не повлияет. Он будет такой же здоровый, сильный, красивый и оптимистичный. С праздником. Я думаю, что этот праздник касается каждого человека в нашей стране. Тем более наш президент поставил большие и высокие планы к 2030 году, чтобы 70% нашего населения занимались спортом. Всего в городском округе Люберцы занимаются спортом, профессиональным и любительским. Более 180 тысяч жителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На Кореневском карьере прошли необычные соревнования. Первый в истории Подмосковья турнир по баскетболу на воде. Командные состязания задумала и провела Люберецкая федерация баскетбола. Игры проходили в формате 2 на 2 на плавающей платформе. Спортсменам приходилось не только бороться за мяч, но и подстраиваться под непредсказуемое поведение площадки. Играем на воде, что происходит, наверное, это вообще в России впервые, мы такого не встречали. Когда уходит из-под тебя площадка во время на воде, это что-то непредаваемое, это новые эмоции. Мы для себя что-то получаем новое. Делаешь движение в одну сторону, мяч уходит в другую, но все получают удовольствие, новый опыт для себя. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова